Уважаемые присутствующие, сегодня у нас состоится расширенное доседание нашего Белорусского национального технического университета. На доседании присутствуют члены Большого Совета, Совета университета, на доседании здесь присутствуют члены Совета факультета, известные ученые, специалисты, преподаватели, а также актив наших молодежных организаций. Мне очень приятно сказать, что сегодня у нас на доседании Совета присутствуют наши уважаемые гости, коллеги, члены делегации Нижегородской области, во главе с губернатором Нижегородской области Шансов Валерием Павлиновым. Добрый день, я очень рад участвовать в заседании такого представительного совета, профессорского преподавательского состава не только национального технического университета, но и рядом других вузов здесь присутствуют, представители студенчества. Знаете, в Нижегородской области, в России я очень часто встречаюсь в студенческих коллективах, бываю в вузах и тоже с лекциями выступаю. Не очень часто, правда, потому что не всегда складывается так время, но стараюсь понять, каким образом мы обеспечиваем саморегализацию всех, кто решил получить профессиональное образование. И мы ведь сейчас, по сути дела, политику-то свое формулируем довольно непросто. Что мы должны сделать? Мы должны всем, в частности, если говорить про Нижегородскую область, всем нижегородцам, которые находятся в работоспособном возрасте, предоставить рабочие места с высоким уровнем производительности труда, хорошим уровнем технологии, с тем, чтобы они имели и хорошую заработную плату. И за счет собственных доходов могли бы удовлетворять все свои потребности, да еще помогать старикам, родителям и воспитывать своих детей так, как это сегодня требуется. Ну и дальше, за счет хорошей работы людей и предприятий, на которых они работают, мы должны получить финансовый ресурс уже на территорию, потому что основные наши доходы – это налог на доходы физических лиц, как говорят, налог на прибыль предприятий, где они работают, и налог на имущество предприятий, где они работают. То есть, все связано с делом, если есть дело, если у людей есть хорошая работа, значит, хорошо будет развиваться и территория, и страна. Вот мы получили этот ресурс, все мы должны за счет этого ресурса сделать. Мы должны защитить сильную социальную защиту, обеспечить тем, кто в рыночной экономике сам, в силу возраста, это пенсионеры и дети, либо в силу состояния здоровья, это инвалиды, не могут обеспечить свои потребности. Инвалидов у нас, например, 330 тысяч из 3,5 миллионов населения, это довольно серьезный отряд. И третье еще направление – это за счет этих же ресурсов мы должны сильно развивать нашу социальную сферу или среду обитания, как говорят, с тем, чтобы уровень производства не отличался от того микроклимата, в который человек приходит после работы. Чтобы у него было хорошее жилье, благоустроенное поселок, хорошее образование, здравоохранение, культурный досуг, чтобы можно было пройти спор. Вот где-то задача. Некоторые считают, что материальный ресурс здесь самый главный. Да, непросто реализовывать любое дело на некачественной и не современной материальной базе. Но одновременно с этим мы должны понимать, что если база будет современной, а кадровый человеческий потенциал не будет современным, мы никакие задачи, никакими деньгами не решили. Это и в экономике, это и в социальной жизни нашей. Поэтому профессиональное образование – это главное направление, которым мы занимаемся. Если говорить о Нижегородской области, то, конечно, эти характеристики мы уже добавили, наверняка с авансом большим. Но мы сами понимаем, что регион наш с точки зрения развития науки, техники, один из действительно самых развитых в Российской Федерации. Достаточно сказать, что у нас представлены все основные направления промышленности. И самое главное, что у нас в области нет ни нефти, ни газа, ни золота. Мы все делаем своими руками. Основа нашей промышленной отрасли – это обрабатывающие отрасли. Вот, первую очередь, машиностроение, авиационное промышленное строение, автомобилестроение. Это нефтепереработка, это черная металлургия, это фармацевтика, это химия, нефтехимия. Это деревообрабатывающая промышленность. Мы два года подряд уже перешагнули, убежали и производили продукцию собственной силой больше триллиона рублей в год. И эта база сегодня, она модернизируется, развивается, строится немало новых рабочих мест, новых предприятий. Мы хотим сказать, что наш инвестиционный совет, вот за прошедшие годы, рассмотрел 5 тысяч инвестиционных проектов, общей капитализацией более трех миллиметриллионов рублей. И мы последовательно строим и крупные, и средние, и малые предприятия. Самое главное, это вот обеспечить вот эти современные рабочие места, современные технологии. С тем, чтобы студенты, которые у вас обучаются, они могли бы твердо знать, что они придут на предприятие, где они могут свои знания уже использовать в полной мере, и не переквалифицироваться уже на уровень, который и вчера, и даже не было вчера. Поэтому, если говорить по развитию науки и научного обслуживания, то у нас 7 институтов Академии наук, 46 научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских бюрок, которые являются головными в своих отраслях и подотраслях, 300 еще малых предприятий, которые занимаются наукой. По количеству людей, занятых в науке, мы третьи в Российской Федерации, после Москвы и Московской области. Если говорить о высшей школе, то у нас ежегодно обучается более 250 тысяч студентов. Каждый год мы выпускаем около 50 тысяч специалистов с высшим образованием, в основном инженерных, созидательных специальностей. И, слава богу, в последние годы интерес к этому специалисту существенно возрос. Мы сегодня имеем неплохие конкурсы по нашим техническим вузам. Кроме этого, необходимо сказать и о том, что, конечно, нужно готовить не только инженерные специальности, но и рабочие нового поколения, рабочие нового типа, которые уже не только имеют основную профессию, но и имеют и смежные профессии, знакомы с основами ведения бизнеса, с тем, чтобы они имели уже современную корпоративную культуру. Мы сегодня переделали всю систему начального и среднего образования. И имеем 17 ресурсных центров. Это учреждения, бывшие наши техникумы, бывшие профессиональные училища, которые оснащены современными тренажерами, симуляторами, имитаторами, имитирующими самые современные технологические процессы. И мы выпускаем через 5,5 тысяч таких рабочих. Но, от честности говорить, наши работодатели, это в основе своей торгово-промышленной палаты, Ассоциация промышленных предпринимателей, заявляют нам 11 тысяч. Мы понимаем, что надо делать, понимаем методику. К концу нашей очередной пятилетки, к 2020 году, мы планируем уже не 18 центров, а также отричься тем, чтобы вот этот вот объем высококвалифицированных специалистов иметь. И вот это вот направление, о котором мы говорим, оно очень важно. Важно, чтобы мы и в социальном условии соблюдали, не только в промышленном производстве, в науке, но и в бюджете нашей сферы. Смотрите, учителя, врачи, социальные работники, работники культуры, спорта. Я в свое время, в 2006 году, в начале, обратил внимание, что мы просто по кадрам там имеем права. Просто права. Учителя стареют, замены нет, работники культуры, вообще там штучный товар. И тогда я проехал по университетам, и спасибо нашим ректорам вместе с их педколлективами и вместе со студентами, которые честно, открыто сказали нам, а почему после окончания медакадемии, после окончания наших педагогических вузов, они не идут в нашу садную сферу, особенно на село, а идут в какие-то коммерческие структуры, зачастую меняя против. Потому что мы там платим зарплату в половину ниже, ниже, чем в экономике, а потому что мы там не создаем никаких социальных условий. Мы тогда решили, что это дело надо ломать. И придумали программу поддержки молодых специалистов, когда с первого дня работы, если человек идет работать в школу, в нашу полигенгу, в больницу, мы ему предоставляли жилье в виде квартиры и отдельного дома. И плюс еще предоставляли машины в льготных условиях. Ну это была «Жигуни» седьмой модель, самая, так сказать, ходовая, когда я не жил, была модель. Почему машины, меня все спрашивают, зачем было? Жилье, ну жилье, а вот машины зачем? Понимаете, когда человек пять или шесть лет с ординатуры прожил в городских условиях, ему надо работать в далеком селе, он на автобусе только за один день доедет до города и обратно надо возвращаться. Ему надо быть современным, он же сельская интеллигенция, он должен прийти и показать себя, что он действительно такой, и он должен в театре побывать, и выстречный, и выстречный, и выстречный. Ну дискотеки, в конце концов, побывать. То есть от городской жизни трудно оторваться, когда ты ее почувствовал. И вот эта мобильность, она нам позволяла это сделать. Вот за работой этой программы мы 4 тысячи специалистов приняли на всего. Мы существенно обновили кадры во всех этих отраслях. Сейчас, в связи с решением нашего президента Валерия Владимировича Путина, мы довели зарплату образования до средней в экономике. Зарплата в здравоохранении уже на 30% выше, чем в средней, как по экономике. А задача стоит в 2 раза, чтобы она была выше у врачей. Также дорожные карты есть по повышению зарплаты до средней во всех бюджетных сферах. И мы перевели эту программу на новые условия, например, на годную ипотеку. И мы на 50% оплачиваем первый взнос, если он берет ипотечный кредит, и 10% из процентов на ставки ежемесячно гасим из бюджета обслуженный кредит. Тоже эта программа пошла уже. И вот эта вот часть, когда мы строим высокопроизводительные рабочие места в экономике и создаем нормальные условия в бюджетной сфере, она предлагает нам сейчас кадры вот в этом салфе развивать. Конечно, без хорошей работы высших учебных заведений, без квалифицированной высокопрофессиональной работы профессиональных преподавателей. Это очень сложно сделать. Я не буду здесь рассказывать, я думаю, на круглых столах юристов наших, расскажут о том, как мы работаем с вузом, в какой цепочке. Там школа, колледж, вуз, предприятие, базовых кафедр очень много. Но это главное. И вот когда мы говорим сегодня о сотрудничестве между Беларусью и Россией, я могу сказать, что Беларусь для нас ключевой партнер во всей международной и внешней экономической деятельности. Мы сотрудничаем со 140-х иностранных. Вот по объему товарооборотов по прошлому году, а он не самый лучший был, мы имеем снижение на 16% в Беларуси, по Межгородской области. Беларусь на третьем месте. Объем товарооборота был 600 миллионов долларов. А мы ставим задачу, что там новую, что надо миллиардов достичь. И здесь и импорт, здесь и экспорт с нашей страны. И все это надо сегодня делать. А как сделать? Ведь сегодня не просто так продать продукцию. Нужно иметь такую продукцию, которая является новой, которая конкурентно способна. Мы в свое время говорили об эмоциональном развитии в каком плане. Что мы должны поддерживать те предприятия, которые занимаются инновацией. Сейчас это время прошло. Мы должны переводить нашу экономику на эмоциональный уклад. Вот невыгодно должно быть производить старую, неконкурентно способную продукцию. Должно быть выгодно делать что-то новое. В этом плане, конечно, первые шаги уже сделаны. Но я подчеркиваю, что работа здесь непочатый край. Вот у нас, например, революционная активность составляет 4,5%. Представьте себе, это мы в два раза выше, чем в среднем по России. У нас около 9% продукции инновационной в общем объеме производительной продукции. Да, она за последние годы возросла в 4 раза. Но все равно 9%, а 91% у нас продукции еще ту, которую мы тиражили. Мы сейчас были в караоке. Это караоке, мы вот сейчас... Это не то, что сегодня требуется на сегодняшний момент. И, конечно, инновация сегодня, интеллектуальная собственность, которая создается, она очень важна. У нас в этой области каждый год создается около 2 тысяч новых объектов интеллектуальной собственности. И как нам ее коммерциализировать, как нам ее превратить в наше богатство? Мы и раньше имели массу изобретений, но слабо занимались. Мы не считали какой-то собственностью. Мы давали удостоверение изобретателя и так далее. Но вот сейчас это время прошло. Технопартия, бизнес-инкубаторы, вся сеть, которую мы сейчас развиваем, она очень важна. И здесь важен, конечно, обмен мнений. Вот обмен мнений между странами. Выход на мировой рынок интеллектуальной собственности. Здесь без этого никак не заселены. Поэтому мы знаем, что очень тесно сотрудничают наши высшие учебные заведения. Наш Нижегородский технический университет, ВАЗ-технический университет, СИХОЗ-академия очень сильно сегодня сотрудничает. Наши коммунитарные высшие учебные заведения, которые принимают в соцсетях, в том числе и педагогов, и дают знания иностранных, и дают знания, все они тоже работают в тесных кооперациях. Вот я могу сказать, что один из самых сильных проектов, который сегодня реализуется между Нижегородской областью и Белоруссией, строительство атомной электростанции. Нижегородская область – это признанный атомный кластер. У нас всероссийский яберный центр. У нас целый ряд предприятий, которые формируют основное массовое оборудование, технологии, системы управления. И та инженеринговая компания, которая строит станции, она тоже находится у нас. Поэтому понятно, что мы сейчас вместе с вами готовим уже и кадры, как для строительства, так и для будущей теплотации, потому что это требует высококлассных специалистов. Уже порядка 80 человек обучаются, но я думаю, что эти масштабы только в настоящее время будут развиваться. Если говорить о науке, но из таких крупных проектов я привел на память проект создания нового двигателя для автобуса, который сегодня, проект этот осуществляется нашим всероссийским ядерным центром совместно с Минским моторным заводом. Это газомоторное топливо, но только с применением уже усовершенствованного ускорителя, дожигателя, который даже на газомоторном топливе будет давать в полтора раза больше эффект. Потому что самому газомоторное топливо в два раза дешевле и с экологией, но там даже сравнившись с жидкими нашими бензинами, а это еще выше класса. Поэтому я думаю, что процедуры официальные скоро уже будут закончены. Убежден, что мы в ближайшее время этот проект увидим уже в реальной жизни. И таких возможностей много, очень много. Вы знаете, мы сегодня его только что вернулись с предприятием Кадора. Такая линейка строительной техники, сельскохозяйственной техники, техники для лесного хозяйства производятся. И мы, например, знаем, что для нашей, допустим, зоны рискового земледелия техника, которая производится в вашей стране, она наиболее оптимальна, она эффективна. И сейчас нам нужно просто обеспечить, во-первых, ее надежную эксплуатацию, ремонтную прибор, стоимость владения, так называемая, потому что она иногда у нас будет, покупаешь за дешево, а потом начинаешь тратить такие деньги, что не за больше ничего. И вот это вот создание каких-то взаимно выгодных финансовых схем приобретения, это желание. Нам сегодня нужно обеспечивать совместно импортозамещение. Многие виды техники, оборудования нужно серьезно над этим работать. Я, например, могу сказать, что какая необходимость есть. Если говорить по станкостроению, то у нас на сегодняшний день в России 90% потребностей в продукции этой отрасли реализуются за счет поставок из других стран. У нас, собственно, осталось только на 10%. Мы знаем, что это в Белоруссии не так, поэтому надо сейчас нам кооперироваться. То же самое по электронике, по приборостроению, по фармацевтике. Очень большая проблема по импортозамещению. Имеется в любых странах, которые, даже если они могут нам поставить, но они не захотят почему-то поставить. Мы не должны быть все время зависимыми. Мы сильные страны, мы должны иметь собственную технологическую безопасность. Мы говорим о всякой безопасности, в том числе и продовольственной, но технологической это основа. Поэтому вот сейчас, когда мне говорят о наших взаимоотношениях в области науки, техники, в области высшего образования, просто профессионального образования, в области инноваций, в самое широкое поле этой деятельности сегодня перед нами открывается. И это прямая необходимость. Мы должны этим сегодня очень серьезно заниматься. По крайней мере, у нас целый ряд программ сейчас, и те, которые раньше мы, даже не связываясь с сегодняшним днем, начали реализовывать. Целый ряд программ новых. Вы знаете, что Нижегородская область – это признанный центр оборонно-промышленного комплекса. У нас треть наших объемов промышленного производства – это оборонно-промышленный комплекс. Здесь тоже поле нашего взаимодействия очень большого. Поэтому я бы хотел вам сказать, что мы твердо рассчитываем на активизацию этой деятельности. Завтра у нас 13-е заседание Совета делового сотрудничества между Белоруссией и Международской областью. Вот с единственной страной мы имеем такой постоянно действующий орган, который завтра подойдет итоги 2014 года. Каждый министр будет отчитываться и с одной и другой стороны, что сделано, что не сделано, и будет думать о том, а что надо сделать в 2015-м. С тем, чтобы снять эти проблемы, посмотреть, из-за чего снижается эффективность нашей работы, и что нужно в современных условиях, в нынешних условиях сделать для того, чтобы новые эти вызовы преодолели. Ну, некоторые говорят, что кризисные является. Да не кризисные, просто мы работаем в совершенно других условиях. Есть определенные трудности, но есть определенные преимущества. Мудрые китайцы, они говорят, что слово «кризис» у них пишется из двух игроков. Первое – это опасность, а второе – это возможность. Вот нужно на опасность-то оглядываться, смотреть, как бы она тебя не совсем поставила в нехорошее положение, а больше смотреть на возможности, чтобы использовать эту ситуацию. И мы сейчас говорим, что предприятиям, у которых есть трудности, надо минимизировать эти трудности, с использованием науки в том числе. А у кого появились возможности, дайте возможность ему помочь, развернуться с тем, чтобы он больше произвел продукции, услуг, чтобы он продал эти услуги, получить больше ресурсов и для предприятия, и для территории, и для страны в целом. Задача, она понятна, но не просто ее реализовать. И если мы с вами вместе за это возьмем, я уверен, что у нас получится лучше. Поэтому я благодарю всех тех, кто сотрудничал с нами эти долгие годы, что мы вышли на такие хорошие объемы. Ну и надеюсь, что мы и дальше будем также плодотворно сотрудничать. Спасибо вам. Чтобы наш университет, Белорусский национальный технический университет, наградил вас нагрузным знаком и свидетельством почетный профессор Белорусского национального технического университета. Белорусский национальный технический университет. Белорусский национальный технический университет. Шанс Валерий Павлинович награждается нагрузным знаком и свидетельством почетный профессор БНТУ. Ну, священном. Спасибо. 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 Спасибо.